Приветствую. Привет, привет, как дела? Спасибо, поедем, как вы? Нормально, нормально, живем. Вы не представляете, как по вам все соскучились, по вашему светлому лицу, по вашему прекрасному настроению, как вообще жизнь, как поживаете? Хорошо, хорошо. Сейчас работаю с проектом китайцами. Это называется «Вместе Марс». Вы решили полететь на Марс? Не миг. Китайцы используют мой связь ончейн, но в будущем я буду ехать в Марс. Не исключаю, что это будет. Вау, обалдеть, реально. Они вашу связь используют, чтобы наладить возможность полететь на Марс? Нет, для исследования Марса. Они делают исследования Марса. То есть получается, фактически одна из первых ног на Марсе будет нога Армянина, то есть ваша программа. Так получается? Мой связь они используют, чтобы видеть, там есть жизнь или нет. Потому что они хотят в будущем там делать гостиницы, чтобы там люди от Земли отправить в Марс. А если, Вахе Джам, вы в будущем окажетесь на Марсе, есть такое правило, да, вы знаете, да, вот, чья нога первая, то Земля принадлежит этому человеку. Помните, даже фильм был «Марсианин», да, Мэтт Дэймон играл? Да. Вот если вы вдруг окажетесь на Марсе, вы сможете фактически Землю Марса сделать Арменией. Вы бы хотели бы это сделать? Нет, потому что до меня уже был Илон Маск и другие были до меня. Я не буду первым. Я не знаю, что они уже были на Марсе. Клево. Вообще, какие еще у вас эти, какие вот у вас признаки того, что ждет планету ближайшие 10 лет? Мы идем глобализацию. Мы идем глобализацию. И что сейчас случится в Афганистане и других странах, это глобализация. Показывает глобализацию. Будут пару маленьких войн, а после этих войн, да, будет глобализация. Сейчас будет война между Талибаном и Узбекистаном, а потом будет война между Россией и Талибаном. Это все делает Китай. А что будет между Арменией и Азербайджаном? Что Китай будет хотеть. То есть за нас все решает Китай? Не только за нас, для всех решает Китай. Потому что сейчас Китай преимущество в космосе. А как получилось, что ваш гениальный проект выиграл тендер и сегодня ваши проекты, ваша связь на Марсе именно стала лидирующей? И почему взяли вообще ваш проект? Как вот вы его выиграли? Потому что до этого Китай уже использовал мой проект, мой нетверк. Они сделали свою криптовалюту. Они сейчас отправляют через мой нетверк. Не только китайцы, но и биткоин. Все криптовалюты идут через мой нетверк. Но китайцы сказали мне, что они хотят покупать 25% мою компанию. Вау. А за какую сумму вы вообще предполагаете продать 25% компании? Я не хочу продавать. Я хочу арендовать. А если бы вот продали бы, да? Вот вообще свой бизнес вы на какую сумму оцениваете? Я оцениваю без целей. Потому что я разработаю такую штуку, что никто до меня не делал. Не, ну примерно. Да вот я знаю, что Илон Маск, у него там Тесла, у него акции, у него около 200 миллиардов долларов в состоянии. Вот ваш бизнес вы во сколько оцениваете? Реально. Вот мой бизнес, например, ничего, да так, чуть-чуть там, там здесь кроссовки, здесь у меня пиджак, здесь машина. Все, я простой человек. Во сколько вы оцениваете свой бизнес? Я могу сказать, сколько там у меня акций. У меня 220 миллион акций, но я никогда не буду продавать. Одно человек больше, чем 5%. А сколько стоит одна акция сегодня? Почти 85 центов. То есть, грубо говоря, где-то 195 миллионов долларов, это цена ваших акций, но вы больше 5% не продадите. Да. Потому что я не хочу, чтобы никто там не был монополистом. Китайцы сегодня мне предлагали 25% покупать сразу, но я не хочу сказать нет. А вот если вы вдруг продадите свою компанию за миллиард долларов, вы поможете Армении? А почему нет? Я не хочу продавать, потому что хочу сделать эту компанию армянской. Клево. Я думал, она уже армянская, уже армянин. Клево. Да, я уже поатендировал, потому что знаю, что много украдут эти. Новые технологии много украдут. Я уже поатендировал. Никто не может украсть. Вы сделали патент, правильно? Да. Да. А вот что вообще приятнее и на душе вообще ощущений больше эмоциональных? Вот быть генералом, боевым участником войны, героически сражаться на войне или все-таки разрабатывать великие технологии, которые сегодня на марте? Что для вас важнее? Это ваша военная карьера, карьера генерала или же все-таки карьера технолога и гения? Война это была применительно, потому что там много, да, там, ну, это моя родина. Я так и так, если сейчас начинаю, то тоже приеду. Армения останется моей родиной. Да, но все-таки, а для души все-таки это технологии, правильно? Да? Да, технологии я очень люблю, потому что это каждый день другое. Вахеджин, если бы вы стали президентом всего мира, если бы создали такую великую технологию, какой бы ваш указ был бы первым? Вот что бы в первую очередь вы сделали для планеты, чтобы спасти ее? Я участвую в этих проектах «Мир для всех», «Глобализация», я там участвую. «Мир без границ». Вахеджин, а вот вы как технолог, как великий ум, как светоч современной мысли, как человек, который разработал технологию, которая в ближайшее время наладит связь между людьми в Армении, в Азербайджане, в Китае, в Мингечевире, с людьми, которые живут на Марсе. Ваша программа. Скажите мне, что есть высокотехнологичное у вас дома? Вот что есть дома у вас такое, знаете, медиалазм, технологичное? Что есть такое? Что-то есть такое? Есть. Что, зарядка от айфона, что еще? Нет, 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 нет. У меня есть робот, который мне привезут кухонь. О, можно посмотреть хотя бы чуть-чуть? Нет. Блин, ну хотя бы ногу покажите, хотя бы на затылок, да? Нет, не могу, потому что это робот не патентирован. Он, значит, его нет патент. Патент, робота нет патента. У вас есть робот? Да, это разработал другой армянин. Он будет патентировать и продавать. То есть у вас дома робот, который варивает вам кофе, но который разработал другой армянин. Да. А как зовут этого робота? Гурген, Армен, Ахпер, как? Нет, армянин. Армянин, девушка. А у вас дома робот-девушка, которая заваривает армянские курики? Обалдеть. Вы на нее таким влюбленным взглядом посмотрели. Мне кажется, у вас даже отношения с роботом. Это так? Нет, это не так. Я думаю, она сходит с ума от вашего обаяния и тает у нее масло, наверное. Скоро робот на его друга Армянин будет заменить девушек. Серьезно? Да. Уже вам не будет нужна жена, чтобы перейти кофе. То есть я смогу позволить себе робота-женщину, правильно? Да. А можно будет как-то национальность там поменять, да? Или это обязательно должна быть Айкануш, Бабагануш, Армяне? Или можно поменять? Нет, это он так называл. И он реагирует только на армянский и английский. Реально, это робот-женщина, которая будет реагировать. Значит, надо учить армянский язык, чтобы этот робот тебя... Или английский. А-а-а, клево. Блин, вы просто гений, Бахиджан. Я с каждым разом поражаюсь шириной вашей мысли. Робот-армянка, который заваривает кофе. Вау, она ведь может не только кофе заварить. А что еще она может? Только кофе пока. Хорошо, просто интересно, да. А другого гения Светыча мысли как зовут? Имя хотя бы. Вот имя как его зовут? Который изобрел робота-женщину-армянку, которая заваривает армянку. Армян. 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 Он со мной учился в одной институте в Армянии. Вместе там учились. Но был качарянский период. Там они не спонсорили, не хотели умных людей. Вау, я уже вижу рекламу. Вы все пришли в Европу и Америку работать. Я представляю. Вот скажите мне, вы как армянин, как патриот. Я знаю, что в ближайшее время такой гений, как Армен, который изобрел робота-женщину, который заваривает кофе. И вы можете получить Нобелевские премии. Вы за свое изобретение связи с Марсом, а он за изобретение робота-женщины кофе, который заваривает. Скажите, если вам дадут Нобелевскую премию, вы сможете ее принять? Все-таки Нобели это люди, которые сделали капитал в Азербайджане, на азербайджанской нефти. И здесь вот дворец Нобеля через дорогу от меня. Нет, у нас другие премии. Я буду получать премию китайского правительства. А, клево. Одно Нобелевское, действительно, китайское, это круто. Но, блин, я хочу этого робота видеть. Я представляю афиши, там, Армен такой-то, там, изобрел же робот-кофеварку, который варит вам кофе. Я тебе обещаю, когда он получит децентр, я тебе покажу. Блин, вы счастливые люди. Робот-кофеварка, обалдеть. Если знаешь, чашечку поменять на что-то другое, например, на Армуду Ситакян или не только, тоже может ведь заварить. Блин, это вы просто светочи мысли. Я считаю, что вам нужно дать кафедру в одном из университетов Армении или в университетах Калифорнии, чтобы вы преподавали, ввели свою кафедру, собрали учеников гениальных таких же светочьей мыслей и создали научное бюро и построили космические корабли и отправили людей на Юпитер, например. Скоро, скоро будет. Китай рассчитывает, что они будут в Юпитере в 2023. Вау, столько всего. Скажите мне, а мир когда-нибудь будет? Мне просто интересно, мир вообще наступит? Мир, счастье, радость. Это зависит от вас. Это зависит от Азербайджана. Вы каждый день объявляете претензии. То Зангезур хотите, то Гёгчай хотите, то Ереван хотите. Гёгчай это что? Вы что? Я уже удивился. Видите, Бахиджан, до вас уже достучали, что это Озеро Гёгча. Значит, пропаганда работает. Я вчера Алиеву слышал и смеялся. Вы ему написали это письмо? Нет, я его слушал по телевидению. И там у меня очень много азербайджанских друзей здесь. Но они не любят Алиеву. Они оппозиционеры. А, ну вы смеялись. Я вот вижу, что да. Наш с вами эфир тоже могут люди засмеяться. Но это же не значит, что они плохие. Понимаете? Тоже, да. На меня посмотрят, скажут, блин, что он там. А Ильхам Алиев, он всё-таки серьёзный человек. Знаешь почему? Даже один из моих друзей, Ашраф, он из Азадлык. Знаешь Азадлык, такая партия? Азадлык? Да. Партия Свободы? Что ты слышал? Там Исаак Амбар был их лидером. Он бежал из Азербайджана. 20 лет назад. Исаак Амбар Алик Еремли. И это лучше менять, да? Алик Алик Алик. Да, да, да. Я с этим парнем часто разговаривал. Знаешь, он что предсказал для Алик? Что? Только по-человечески, пожалуйста. Да, он сказал, таких диктаторов, как Алиев, скоро будут ожидать те же, что с Адамом Хусейном. Серьёзно? Да, он уже начал создать правительство Азербайджана за рубежом. Я тебе скажу такую вещь. Если бы Исаак Амбар или другие оппозиционеры сделали бы хотя бы грант того, что сделали для Азербайджана Алиев, поверь бы, поверь бы, они были бы счастливы, и все были бы счастливы. Но Ильхам Алиев – это единственный президент Азербайджана за последние 18 лет. Единственный президент Азербайджана, за которого продолжают голосовать и голосовать и голосовать. И просто весь Азербайджан хочет, чтобы он был ещё тысячу лет президентом. А мои друзья в Канаде знают, что скажут, что Алиев каждый раз там фашифицирует выборы. Вот если я сижу в Азербайджане и не боюсь говорить про Ильхама Гейдаровича, разве это диктатура? Будь это в любой другой стране, меня бы уже отсюда вывели бы и всё, и навсегда бы меня заблокировали. Это разве диктатура? А зачем мне его критиковать, если он мне создал условия? Я получил бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатно, я не знаю, мои дети учатся в школе, ходят в садик. Чего мне его критиковать? Мне по кайфу. Он мне создал все условия. Я, знаешь, не получаю от него землю, квартиру, звание народного артиста или там чего-то. Не нужно. Мне главное, что он создал для моего народа возможности. А свобода слова? А свобода слова? Это не слово критиковано? Это слово, вот оно. Я сижу на кухне в Ахмедлах, говорю с армянином про Ильхама Гейдаровича. Это не свобода слова? В любой другой стране... Нет, свобода слова это то, что ты его критиковал. Я свобода критиковано. А зачем я должен критиковать президента, который, извините меня, вчера в Кельбаджаре, он сделал всё для своего народа. Он сделал всё. Зачем я буду критиковать? Он вчера в Кельбаджаре, позавчера в Шуше, три дня назад, я не знаю, в Лачине. Чего мне его критиковать? Он сделал всё. Знаешь, сколько людей умерли в Карабахском войне? А что, а если бы не было бы Карабахской второй войны, продолжали бы умирать на границе ещё 300 лет. Нам что-то вернули, разве, Вахеджан? Хоть один грамм? Может быть, вернули, потому что там все же Азат ведь сказал, что потихоньку они вернутся. Вахеджан, знаешь, в чём победа Ильхама Алиева? Сказать тебе, в том, что ты армянин, живущий в Канаде, озеро Гёйча назвал озером Гёйча, а не Сиван. То есть он у тебя в голове уже говорит, что это Гёйча, это не Сиван. Нет, это Сиван, я сказал и смеялся, потому что мои друзья азербайджанцы, они тоже смеялись со мной. Я тебе честно скажу, Вахеджан, люди увидели этот ролик, не будут смеяться, они будут плакать, честно. Ильхам Алиев – это тот президент, который действительно сделал всё, как и его папа для своего народа. Он сделал всё. Хочешь знать правду, хочешь знать правду? Скоро будут выбирать Ильхама Алиева, Владимира Путина и Эрдогана. Уже план есть у Байдена. Это ты решил или Байден? Нет, Байден решил, и он поможет вашей оппозиции. Супер. То есть ты Путина тоже не любишь? Ты Путина тоже не любишь? Не холодно, не жарко, но он диктатор. Ты считаешь, что то, что твои земли армянские защищают 30 лет и охраняют ваши границы, это не холодно, не жарко? То есть если бы не было бы российской армии на границе 30 лет… Это чушь, это чушь, это чушь, потому что 1918 годом, когда Россия не была, территория Армии была 46 тысяч квадратных метров. Читай Северский договор, Северский договор читай. И Карский почитать, и Курягчайский почитаем заодно. Кажется, это Россия подписана, но никто не признал. Знаешь, Америка что признает? Америка признает Север, Китай признает Север и Франция признает, это самая главная страна. А что Россия признает, это не главное. А почему ты не обратишься тогда к армянскому правительству, ты как светоч мысли, великий все-таки политолог, почему ты не попросишь, чтобы Российская Федерация и ее вооруженные силы покинули Армению и оставили Армению великую победоносную защищать себя самой? Скоро будет, скоро будет, скоро будет. Там идут большие перестройки в армянском вооруженном силе. Армения уже получила оружие, 4 миллиард долларов от Америки. А оружие от кого получила? От американцев. Серьезно, я даже не знал. Клево. Я не скажу, какие оружия, но когда Азербайджан нападет, увидите. Хорошо. То есть Армения планирует напасть на Азербайджан? Нет, если Азербайджан нападет, то закончится в Баку в этот раз. То есть в этот раз закончится в Баку? Вы придете до Баку? Да. Обалдеть. То есть у тебя есть такая идея? Я почти уверен, потому что я знаю, какое оружие у нас. Какое оружие мы получили из Америки. Азербайджан, то есть я более чем уверен, что если вдруг начнется Третья Карабахская война, во главе армянской армии должен стать такой светоч военной мысли, как вы. И я уверен, что вы дойдете до Баку. Есть шанс у меня выжить? Вот меня можно хотя бы оставить, если вы дойдете до Баку за своей победоносной армией? Мы всех оставим. Мы всех оставим. Даже ваш губернатор, в Нахичеване есть такой талибов. Знаешь, что он сказал? Он хочет сейчас подписать мирный договор с Арменией. Серьезно? Да, без залива. Вахиджан, после того, как вы сконструировали систему, которая создаст связь между армянами на Марсе и армянами на Земле, я более чем уверен, что ваша информация – это нечто гениальное. Я в шоке вообще от ваших знаний. Вы даже до самих… Знаешь, где я читал, что Талибов – это… Ну, ты тоже можешь читать. Рея Новости, российская газета. Вау, в российской газете бумажной? Нет, онлайн можешь читать. То есть в российской газете вы эту вещь прочитали? Потрясающе. Я считаю, что Российской Федерации в будущем нужно вывести вооруженные силы из территории Армении, так как такой вот ярый патриот Армении, как вы, считает, что от России ни жарко, ни холодно. И после этого, я думаю, что вопрос решит. Вы встанете во главе победоносной армянской армии и обязательно дойдете до Баку. Но вы мне обещали пощаду, как и всем. Вы даете слово? Да. Все будут читать, да. Но в составе Армении. Все. То есть Баку войдет в состав Армении, да, Вагеджан? Я сказал, если Азербайджан нападет на армию, мы войну не будем начинать. Если вы вдруг будете думать, что мы будем открывать там Зангизурский коридор, такого не будет. То есть вы его не будете открывать? Нет, силой вы не можете открывать. Силой мы зайдем на Хачеван и пойдем дальше. Вы знаете, я вам честно скажу, у меня была одна знакомая. Она сказала, что никогда в жизни, никогда в жизни у меня ничего не будет. Меня силой никто не возьмет. Меня никогда в жизни. Я вот сама-сама всю жизнь я никому не отдамся. И вдруг в ее жизни появляется момент. Сяна Гурбамбалашка. Приглашать ее в ресторан на ужин. И на следующее утро коридор открыт. Коридор не будет открыт, потому что сейчас у нас другой министр обороны, Карапетян. Он учился в Америке. У него хорошие связи в Пентагоне. Вы тоже в Америке учились, да, или в Канаде? В Америке. Все, я считаю, что вам нужно в штаб этого замечательного человека. Спасибо. Но я это хочу сказать и буду выключить, потому что у меня нет больше времени. Армения не хочет войну, но если вы будете начать войну, мы войдем до Баку. Я вам желаю хорошего. Спасибо, я вам потом скину координаты.